На время летних каникул школьные учителя стали учениками. Несколько десятков педагогов уехали подальше от цивилизации, чтобы овладеть современными знаниями. В необычную школу вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Собрались на Боякале, чтобы научиться собирать будущее. На занятия в робошколу приехали 80 школьных учителей почти со всей России. Учиться им предстоит у необычных наставников. Те порой моложе учеников, но гораздо опытнее в робототехнике. Например, способности студента Степана Иванченко уже оценила жюри нескольких конкурсов. И столичных, и международных. Парень не зазнается, готов делиться секретами с новичками и с коллегами. Мы будем давать базовые знания в области программирования, сборки различных роботехнических систем. Объяснять тактику, стратегию работы в команде. В будущем может пригодиться вам в жизни. Например, я со своими детьми это занимаюсь, и с племянниками. Ученикам робошколы в будущем предстоят занятия со школьниками и студентами. Миссия ответственная – повысить престиж технических специальностей и привлечь талантливую молодежь. Поэтому во всем нужно разобраться самому и с самых азов. Где еще, как не в робошколе, у педагогов есть уникальный шанс вспомнить детство и поиграть. Хотя, если честно, такие игрушки не каждый взрослый соберет. Для начала нужно собрать фабричный конструктор. Для новичков это непросто, даже с инструкцией. Такого не было. С детьми со своими собирал Олега. Думаю, что это пока, наверное, так. А потом уже сложнее, конечно, когда программирование, тогда уже будет сложнее. Программирование – это когда робот может пользоваться всеми своими датчиками. То есть видеть, слышать, ощущать и делать все, что хочет его создатель. Ты программируешь искусственный интеллект пофактически. То есть это некоторая тележка, в которой ты программируешь некоторые функции, и он делает все, что ты хочешь. В принципе, потенциально захватить мир. Увлечение робототехникой захватило Иркутскую область два года назад, когда в регионе начались занятия в школах и колледжах по программе робототехника в России. Инициатива благотворительного фонда «Вольное дело» и компании «М плюс Групп» увлекла десятки педагогов и больше тысячи школьников и студентов. Молодежь вела себя так активно, что попала не только на соревнования федерального уровня в Москве, но и в состав национальных команд. В прошлом году мы заняли первое место в Барселоне, в этом году заняли первое место в Голландии. И в США показали очень достойные результаты. Поэтому интерес к программе «Налицо» развивает не только инженерные навыки, но и привлекает внимание к техническим дисциплинам. Внимание робототехническая программа привлекла столько, что сейчас «Налицо» дефицит преподавателей этой дисциплины, причем по всей России. Проблему уже ощутили и в Сибири, и в Иркутской области в частности. У нас в лицее уже несколько лет занимаются робототехникой, и один человек уже основатель с этим работает. Но одному все равно тяжело этим заниматься, поэтому нужно подключаться дополнительно. В этом году дополнительно подключились четыре десятка образовательных учреждений. Это больше, чем в прошлом году, когда робошкола проводилась в первый раз. Обучение продлится почти две недели, но на получении сертификата дело не закончится. Ведь знания по робототехнике можно совершенствовать бесконечно. Лада Робакова, Андрей Назаров, Новости по будням.